В мире больше миллиона человек каждый год погибает на дорогах. Виноваты в этом автопроизводители. Это они делают системы безопасности, которые не справляются с этой ситуацией. Они недостаточно стараются. Им надо делать такие системы, чтобы мы могли на скорости 100 км в час спокойно въезжать в стену и спокойно себе потом вставать, отряхиваться и идти за следующим автомобилем. Я надеюсь, что все сидящие в этом зале понимают, какая это чушь, то, что я сейчас сказал. Но в вопросах собственно здоровья все, по крайней мере, абсолютно большинство, с кем приходится общаться, или по крайней мере большая часть аудитории или населения, к ним к вопросам здоровья и медицины относятся именно так. Медицина — это подушка безопасности. Это нечто, что должно бороться за жизнь в экстремальной ситуации. Но люди во всех своих проблемах и во всех своих бедах со здоровьем обвиняют медицину и потом жалуются, что при малейшей аварии она им нос разбила, эта подушка безопасности. Очевидно, что для того, чтобы безопасно было на дорогах, нужно в первую очередь правила дорожного движения учить и во-вторых их соблюдать. Потом идут уже все технические моменты и вся та ответственность, которая лежит и на врачах в том числе. Это очень легко понять на примере внешнем на автомобилях и почему-то сложно понять на внутреннем примере. Но это очень просто на самом деле. Питание. Все знают, какой вид топлива потребляет ваш автомобиль. Все чувствуют, когда заправились на заправке чем-то не тем, обсуждают активно это в форумах. Так может быть, стоит точно так же разобраться в своем питании, понять, какие правила рационального здорового питания и как оно поддерживает вашу жизнь, потому что оно влияет намного больше, чем бензинный автомобиль на ваше здоровье. Когда у вас на автомобиле загорается на приборном панели такая вот лампочка, обычно вы незамедлительно едете на сервис и начинаете разбираться с проблемой. А для того, чтобы лампочки не загорались, раз в какой-то период люди ходят к врачу обследоваться. Ой, на СТО ездят, а к врачу, к сожалению, не ходят. Люди иногда месяцами кашляют, месяцами их беспокоят какие-то или годами. Хронические боли они не обращаются к врачу. Они ждут, пока там какая-то интересная штучка на коже вырастет во что-то действительно интересное для науки, а не просто так, чтобы был повод посетить доктора. Это неправильно, это очень логично и просто, это легко понять, но это неправильно так себя вести. Еще очень прикольный пример. Если в вашем автомобиле отвалится глушитель, вы, конечно же, выдадите беруши своим пассажирам, сами их в уши вставите и будете ездить дальше. Ну, так люди, по крайней мере, поступают с храпом. Если человек храпит, то обычно это только повод лишней шутки и повод закрыться от этой проблемы. Но храп — это то, что нарушает сон, нарушает отдых и может в конечном итоге привести к куче проблем со здоровьем, повышает смертность от инсультов, сердечно-сосудистых заболеваний. Крайне опасная, неприятная и плохая штука, особенно если сопное во сне. Но люди игнорируют эту ситуацию. Очевидно, что с этим просто что-то сделать. Не нужно быть семипятить во лбу, чтобы понять, что это тоже красная лампочка, на которую надо отреагировать. В автомобиле есть специальное устройство, одомит, которое тоже все мы смотрим на него и понимаем, какой автомобиль сколько пробежал, хорошо или плохо этот пробег, после какого пробега закончилось детство автомобиля, когда его начинается его старость и так далее. Обратная ситуация. Нам надо тоже следить за нашим пробегом, но в обратную сторону, потому что, к сожалению, было исследование проведено обумными компаниями о том, что люди еще 200 лет назад в среднем за жизнь проходили огромную дистанцию в несколько десятков, иногда до сотни тысяч километров за жизнь. А сейчас они проходят в 4-5, иногда в 10 раз меньше. Миллионы лет эволюции, живые организмы развивались как организмы, которые движутся. Если ты не бежишь за едой или не бежишь от того, кто думает, что ты еда, то ты умираешь. Все наши системы, весь наш организм работает именно так, чтобы двигаться. Многие системы не работают, когда человек не движется. Обумные компании не сильно расстроятся, они начали обувь женщинам продавать, и все нормализовалось. А люди, к сожалению, ходят все меньше и меньше, и не следят за этим. Кстати, тот изобретатель одометра вначале сделал устройство для отслеживания того, сколько проехал ваш велосипед. У многих сейчас, кто ездит на велосипедах, есть такие штучки с GPS-ом или еще с какими-то вещами. Он это сделал еще в конце 19 века, и продавалось это устройство под лозунгом «Приятно понимать, как много ты достиг». Вот сегодня тоже нужно понимать, как много ты достиг. Достаточно ли движешься для того, чтобы твое здоровье было в порядке? Возможно, люди реагируют на автомобили так, потому что они боятся, что поломается это дорогое устройство. Допустим, ремонт двигателя, который может заклинить или с ним что-то произойдет, будет стоить вам несколько тысяч долларов. Это ужасно. Но я вам хочу сообщить неприятную новость о том, что коронарное шунтирование тоже может стоить несколько тысяч или десятков тысяч долларов. А в некоторых случаях поменять ваше сердце на новое никто не сможет. От сердечно-сосудистого заболевания умирает 17 миллионов человек во всем мире. Это в 17 раз больше, чем в ДТП погибает. Это только один из топовых видов патологии, но лишь часть патологической структуры, от которой люди умирают. Очевидно, что этому надо всему уделять внимание. И вот такие простые шаги — здоровое питание, физическая активность, достаточный отдых. Элементарные простые действия уже спасают жизни. Сегодня говорили о стоматологии. Чистка зубов спасает миллионы жизней каждый год. Миллионы, потому что инфекция, которая уже научно доказана, что эта инфекция из ротовой полости может проникать в кровеносные сосуды, повреждать стенки сердца или другие органы. Мытье рук спасло миллионы людей, а может быть уже и миллиарды, потому что земельвейс, который заставил акушеров перед принятием родов мыть руки, он спас невероятное количество женских и детских жизней. Простые действия дают большие результаты. Нам просто лень их делать. Есть более какие-то сложные, может быть, для понимания вещи, чем вовремя заправить автомобиль и правильным топливом и еще что-то. Но они тоже легко понятны на внешних примерах, но почему-то плохо понятны на теме здоровья. За здоровьем детей нужно следить. В случае с автомобилем его нужно пристегнуть, правильное кресло купить, в правильном месте его расположить, подушки безопасности отключить, чтобы они там неправильно не сработали. Но если после этого водитель автомобиля будет ехать как попало, если он будет нарушать все правила дорожного движения, вряд ли это сильно поможет ребенку, это риски все равно большие. Каждый отвечает за свое здоровье сам, но отвечает автоматически за здоровье своих близких. Мы влияем на них, особенно когда это касается детей. Простая мысль, ее легко понять на внешнем примере. Тоже простая мысль о том, что если вы будете неправильно себя вести на дороге, то это может закончиться каким-то неприятными последствиями или общественно опасными последствиями. В сфере здоровья это тоже очень выражено, возможно, это одна из основных причин, по которой я этим вопросом занимаюсь, как врач занялся управлением не болезнями, а именно здоровьем. Потому что большая продолжительность жизни людей выгодна не только для этого человека, который долго живет, но и для всего общества. Это простая мысль раскрыта там, где изучают игры. Когда игра короткая, то люди предпочитают эгоистические стратегии, потому что в этой игре надо быстро победить любыми средствами. Если же игра становится длинной, то в основном начинают преобладать альтуристические стратегии, потому что с соседними игроками вам еще играть. Если вы плохо себя ведете сейчас, завтра они вас запинают. Это работает в обществе. Посмотрите на карту мира с ожидаемой продолжительностью жизни и подумайте, где бы вы хотели жить, в Японии, в Австралии или в каких-то странах, которые в самом низу этого списка, какие-нибудь африканские примитивные страны. Наверняка вы выберете топовые страны, и там самая большая продолжительность жизни, потому что это выгодно для общества, это то, что поднимает общество выше. С точки зрения здоровья, когда мы зарабатываем себе заболевания, которые легко предупредить, от ожирения сегодня в мире умирает людей больше, чем от голода. Это можно предупредить, это можно предупредить, не нагружая медицину, но мы нагружаем и ставим перед ней такие задачи. А можно было ставить другие задачи, можно было все-таки бороться над возрастозависимыми заболеваниями, над раком, болезнью Альцгеймера, Паркинсона, другими невероятно сложными, интересными, увлекательными задачами, которые перед человечеством стоят. Но часто мы выбираем бороться против целлюлита, например. Инфраструктура. Мы задаем точно такие же задачи бизнесу. Если вы захотите по Киеву сегодня побегать или поездить на велосипеде, наверняка вы поймете, что это не так-то просто сделать. Выпить пиво несложно. Я не против того, что выпить пиво, но просто баланс должен быть другой. Это тоже наши запросы. Каждый из нас влияет на то, каким будет наша жизнь завтра и как будет ее обслуживать бизнес или медицина. Старый автомобиль, плохой автомобиль. Тоже понятный стереотип. Но не обязательно так. Это Citroёn DS, легендарный Citroёn DS. По-французски это звучит как богиня. И в таком виде можно поверить, что это богиня. Точно так же можно следить за здоровьем. Точно так можно активное, красивое, интересное, долголетие соблюдать. У этих автомобилей есть то, чего нет у молодых новодельных автомобилей. У них есть история, у них есть душа. И это все сохраняется, если следить еще и за внешней формой или, по крайней мере, поддерживать здоровье, иначе это все развалится. И это не просто. Это сложно, это тяжелая задача. Просто это вот так. Проблема в том, что не меняются наши стереотипы восприятия продолжительности жизни, возраста и активного долголетия. Мы считаем, что 60-70 лет — это такой потолок жизни. И поэтому во всем мире люди начали жить в развитых странах намного дольше. Средняя ожидаемая продолжительность жизни уже шагнула за 80 лет. И вот эту 20 лет разницы, мы ее не оцениваем. Мы считаем, что человек, доживший до 60-70, уже неплохо. На самом деле, это потеря 20 лет. Второй вопрос, который хорошо сформулировала Всемирная организация здравоохранения, это то, что нужно еще к годам добавить жизни. То есть 20 лет жизни могут быть абсолютно разные. Это могут быть доживания, а может быть активное долголетие. Тогда может быть старость даже крутой. Если вы думаете, что это только про автомобили, я вам приведу примеры. Обязательно нужно в середине доклада что-нибудь про секс, потому что это привлекает хорошо внимание к проблеме. А теперь можно о чем-нибудь более скучном поговорить. Например, марафонец Фаджа Синг, который закончил свою карьеру марафонца, последний марафон свой пробежал в 101 год. Например, человек, который занимается более чем 90 лет, последняя гонка была в 92 года, триатлоном. Триатлон — это такой вид спорта, там, где надо долго-долго-долго плыть, потом долго ехать на велосипеде, а потом еще не менее долго бежать. Кстати, возрастные спортсмены подкидывают очень интересную информацию в медицину. Если посмотреть на разрез ноги пожилого человека, вот в 74 года, мы видим примерно такую картину. Потеря мышечной массы, избыточное накопление жира — это то, что меняет качество жизни. Мы знаем сегодня, есть много научных данных, которые подтверждают, что, допустим, достаточная мышечная масса обеспечит достаточный уровень здоровья, хорошее качество жизни, потому что человек может активнее двигаться, лучше координировать движение. Это лучший внешний вид, это лучшее самочувствие. Маленькая мышечная масса — это все то же самое, со знакомыми, все будет плохо. Так вот, если вы попробуете догнать какого-нибудь 74-летнего триатлониста и сделать ему распил ноги, то вы увидите совсем другую картину. Это исследование, к сожалению, широко известно в узких кругах медицинских. Но вот так обстоят дела. В 74 года, оказывается, люди могут не терять мышечную массу, иметь очень высокий уровень здоровья, уровень и качество жизни. Если говорить о мышечной массе, то есть целое движение пожилых бодибилдеров. В 85-м году это фото 67-летнего атлета вызывало фурор. К счастью, сегодня уже намного больше людей включается в это движение и намного активнее живут. Например, в 75 лет — это, наверное, та история, которая оправдывает существование книги рекордов Гиннеса. Вот самая пожилая выступающая, даже не знаю, какой это термин, пожилая в возрасте. Ну, в общем, самый старший бодибилдер женщина. Вот такие вдохновляющие истории, но на самом деле вопрос не про старость. Это просто один из аспектов управления здоровьем. Вопрос в том, что здоровьем надо управлять. В детстве мы все рисовали картинки автомобилей. Мальчики рисовали и видели, на каком будут ездить автомобили, когда вырастут девочки, на каком автомобиле их кен за барби приедет. Потом мы выросли, начались оценивать эту ситуацию. Мы поняли, на каком автомобиле мы хотим ездить. Вот в этом возрасте я хочу ездить на таком, к 50-ти накоплю себя на таком. Потом в кризис сегодня возраста можно маленький спортивный автомобильчик купить. Ну, в общем, есть и фантазии, есть и планы, как их осуществлять. То же самое нужно сделать со своим здоровьем. Я предлагаю вам задуматься и задаться вопросом. Просто нарисуйте такой таймлайн. Напишите, вот я здесь сейчас, я вижу себя таким и хочу быть таким. Совпадает ли это? Вижу через 10 лет. Если сейчас не совпадает, через 10 лет ситуация может диссонировать еще больше. Каким вы видите себя в 40, в 50, в 60, в 70? Видите ли вы себя в 80 лет? Люди на Западе очень часто планируют свою жизнь до 80 лет и считают, ну, там дальше уже как бог пошел. А у нас 50-60, и дальше как повезет. Надо управлять своим здоровьем, рулить своим здоровьем. И тогда качество жизни, уровень жизни и социальное благополучие будут намного выше и лучше. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok